Глава одиннадцатая Дневник Пухова Продолжение Сразу после ужина я объявил, что на сегодня хватит научных опытов, и поехал домой. И то сказать, время было позднее. Драгоценности я спрятал в одном из стенных шкафов. Туда, кроме меня, никто не лазил, потому что там хранились в коробках разные технические запчасти и инструменты. Электрические розетки и вилки, водопроводные краны, отвертки, плоскогубцы и все такое. Там же, на одной из двух верхних полок, я при необходимости делал заначки от жены. Толкнуть награбленное я решил в ближайшую пятницу. У нас на работе была четырехдневка. Ну и, кроме того, я стал серьезно задумываться над вопросом, как стырить кресло у Копылова. Правда, пока мне еще казалось, что это необязательно. Но все-таки очень желательно, чтобы была возможность спокойно работать. Однако, после очередного разговора с Юркой я понял, что кресло у него придется забрать по-любому. Он просто не оставил мне другого выхода. Позвонил я ему вечером в четверг. — Ну как ты, продолжаешь опыты? В ответ этот придурок печальным голосом произнес. — Ты знаешь, я думаю, мне пора разобрать эту установку. Никакой пользы от нее нет. — Ты че, совсем сдурел? Что значит «разобрать»? Что значит «пользы нет»? Да как тебе такая херня вообще в голову пришла? Есть от нее польза? Есть! — Какая? — Ну, тут мне пришлось хорошенько задуматься. Не мог же я открытым текстом сказать, для чего мне требуется его установка. — Ну, ты же открыл совершенно новое, как его, физическое явление. Его надо как следует изучить. Глядишь, и Нобелевскую премию получим. — Очень мне нужна твоя Нобелевская премия. А что тебе нужно? — Мне нужно выйти на контакт с высшими силами. Я потихоньку повернул разговор в правильную сторону. — Так и в чем проблема? В том, что они не идут на контакт. — Пойдут. Я этим делом тоже занимаюсь. И у меня, в конце концов, получится. — Почему же у меня не получается? — Потому что ты невнимательный. Да еще и сдаешься сразу. Искать надо уметь. Короче, я собираюсь приехать к тебе на опыты послезавтра, в субботу. — Приезжай. Так я получил передышку, но угроза Копылова разобрать кресло меня очень напугала. Нужно было его опередить. В пятницу я отправился в антикварный магазин и первым делом, не заморачиваясь, предъявил там кинжал с драгоценными камнями на рукоятке. Оценщик рассмотрел его как следует, особенно камни, и сходу предложил мне за эту штуку пятнадцать миллионов рублей прямо сейчас. При этом у него как-то подозрительно забегали глаза. Думаю, он меня сильно обжулил. Но я согласился на его предложение, потому что рассчитывал награбить еще, да и суммы такой раньше никогда не видел. Затем я выложил оба перстня. Оценщик изучил их и сказал, что один перстень стоит два миллиона рублей, а второй — три. На этот раз он вел себя естественно, не вызывая подозрений. Видимо, только на кинжале меня нагрел. По ходу дела мы с ним поболтали, и я заявил, что все эти штучки мне достались по наследству. Короче, я разбогател на двадцать миллионов рублей, но мне срочно надо было провернуть еще одно важное дело. Я поехал в деревню и снял себе дачу, оплатив ее сразу на целый год. О ее местонахождении не знал и до сих пор не знает никто из моего окружения. Словом, секретная дача. Главное, я успел найти и снять ее в тот же день, в пятницу. Время было дорого. Ну а в субботу я опять явился на дачу Копылова. Похоже, мне удалось его взбодрить. Настроение у него оказалось нормальное, явно лучше, чем позавчера. Как обычно, я уселся в кресло и нажал «Старт». И очутился метрах в трехстах-четырехстах от дома, который я грабанул в прошлый раз. Правда, не сразу узнал местность, так как сейчас было светло, а тогда темно. Но все-таки узнал и решил двигаться по основной дороге, с которой в прошлый раз свернул. Мне нужно было попасть в какой-нибудь город, желательно самый крупный. Там я мог разгуляться как следует. Я выбрался на основную дорогу и махнул по ней, делая уже привычные двухсотметровые перемещения. В очередной раз, нажав «Возврат», я из любопытства поинтересовался у Копылова. Слушай, а я сегодня начал путешествие примерно с того же места, на котором закончил в прошлый раз. Такое впечатление, как будто ты в мое отсутствие креслом не пользовался, никаких опытов не делал. Так правильно, потому что мне больше нравится гулять там, не на кресле, а на своих двоих. Я прыгаю один раз туда, потом оставляю кресло и ухожу. Когда нагуляюсь как следует, то возвращаюсь к креслу и прыгаю сюда. Понятно. А что это я ни разу не видел у тебя на даче, Викторию Ивановну? Она здесь вообще бывает? Неа. Она всю дачу оставила в мое полное распоряжение. Сама здесь не появляется. Это важно, мысленно отметил я, обдумывая, как забрать кресло у Копылова. Затем отсчитал очередные двести метров, нажал старт и... И точно приземлившись на дороге, тут же увидел несущуюся прямо на меня карету. Если бы я не успел нажать возврат, она бы меня сбила и переехала. Кажется, там было запряжено шесть лошадей, хотя точно я разглядеть не успел. Не до того было. Ну, мне бы хватило, затоптали бы, как нефиг делать. Вот черт, неприятно, эксцесс не ожидал. Надо, наверное, приземляться не прямо на дорогу, а чуточку в стороне. Несколько часов я продолжал свои перемещения. За это время Копылов успел накормить меня обедом. Сначала я не хотел отвлекаться, но потом проголодался и как следует пожрал. Между прочим, окружающая обстановка постепенно менялась. Из полупустыни я попал в какую-то местность с буйной растительностью. Хотя меня вся эта природа мало интересовала, я там находился исключительно с целью разбогатеть. И вот, наконец, поздно вечером по туземному времени, когда уже стемнело, я приблизился к городу, обнесенному внушительными стенами и даже рвом с водой. Просчитав и сделав еще одно перемещение, я оказался за стеной на городской улице. Я мало что мог разглядеть, но запахи здешние мне не понравились. Возникло впечатление, будто я попал то ли в сортир, то ли на помойку. Походу, это был бедный квартал, местное гетто. Но и богатые кварталы должны были находиться неподалеку отсюда. Старинные города намного меньше наших. Я стал перемещаться вправо по этой улице, но небольшими шажками, потому что она за разу была узкой и все время изгибалась. Да еще в этом квартале имелись большие проблемы с освещением. Народу на улицах оказалось немного из-за темноты, и тем не менее раза четыре я сталкивался с местными. Они, естественно, охреневали, но я без промедления нажимал возврат и на даче Копылова просчитывал следующий шаг. Думаю, теперь туземцы порасскажут друг другу массу историй про нечистую силу. Вдруг я увидел впереди контрольно-пропускной пункт, очевидно границу между бедным районом и богатым. Там была каменная стена, а в ней проход с калиткой из железных прутев. Этот участок освещали факелы, и там тусовался вооруженный отряд в доспехах. Кажется, я успел исчезнуть и оказаться на даче Копылова раньше, чем они меня заметили. Я просчитал следующее перемещение, и, нажав старт, очутился уже с другой стороны КПП в богатом районе. Теперь я стал искать самый крутой и навороченный дом. Резиденцию мэра города или что-нибудь типа того. Правда, меня напрягало, что в этом районе было неплохое освещение. Даже сейчас, поздно вечером, когда большинство людишек уже сидели по домам, я, наверное, многим попался на глаза, хоть и соблюдал максимальную осторожность. Наконец, погуляв по улицам, я выскочил на площадь перед каким-то дворцом. Это реально было самое большое и роскошное здание из того, что я здесь видел. Но тут, после очередного возврата, придурок Копылов вдруг заявил, что на сегодня пора бы закругляться. Ведь и у нас тоже вечер наступил, несмотря на разницу во времени суток. Я чуть не послал Копылова открытым текстом. Интуиция мне подсказывала, что я уже в двух шагах от несметного богатства. Но нельзя было вызвать подозрений, поэтому я как можно спокойнее ответил. — Не волнуйся, старик, я никуда не тороплюсь. В крайнем случае могу прямо здесь и заночевать. Обещаю тебе не мешать. — Ну что скажет твоя жена, если ты сегодня домой не вернешься? Я поморсился. Вот кретин, какое ему дело до моей жены? — Ничего страшного, с женой я сам договорюсь. Я ставлю научные опыты. Она меня поймет. — Правда? — Ну, конечно. Он на время успокоился и отстал от меня, а я стал высчитывать, насколько мне нужно переместиться, чтобы попасть в дворец. И переместился вперед метров на сто пятьдесят, не включая регулировку по высоте. Я попал в подвал. В полную темноту. Достав смартфон, я включил фонарик и осветил помещение. Тут никого не было. Зато в большом количестве стояли сундуки. Золото. Окон в подвале не имелось, так что с улицы меня заметить не могли. Попытка открыть сундуки голыми руками ни к чему не привела. Можно было бы взять топор на дачу у Копылова. Я видел, где он лежит. Но если этот придурок застукает меня с топором, то сразу начнутся расспросы. Нет уж, лучше обойтись подручными средствами. Я достал выкидной нож и начал разрезать крышку сундука, отделяя ту часть, которую держал замок. При этом я стучал по рукоятке ножа кастетом-утяжелителем. Удобнее, конечно, было бы иметь под рукой молоток из убила. Учтем на будущее. Смартфон пришлось положить так, чтобы его фонарик мне подсвечивал. Не знаю, сколько времени потратил, но вскоре сундук удалось раскурочить и открыть. К моему огорчению там лежала одежда. Шмотки мне были не нужны. Я собрал свои приспособления, сел в кресло, нажал возврат и, вернувшись на дачу Копылова, нажал три раза кнопку вправо, чтобы попасть в соседнюю подвальную комнату. И старт. В соседней комнате тоже было темно. Правда, я так и не выключал фонарик смартфона, держа его в руке. Но прежде, чем мне удалось что-то рассмотреть, раздался деревянный треск, и кресло вместе со мной стало падать вниз. Я услышал звук льющейся жидкости. Тут же меня самого окатило этой жидкостью, и в воздухе запахло спиртным. Стараясь уберечь смартфон от повреждений, я стукнулся обо что-то плечом. Когда падение закончилось, и я пришел в себя, то осмотрелся с помощью фонарика. Почти все помещение было заставлено огромными бочками с бухлом, они стояли вплотную друг к другу. Кресло приземлилось прямо на одну из них, причем тяжеленное основание кресла, усиленное моим весом, проломило бочку и разлилось бухло. А я вдобавок стукнулся о соседнюю бочку. В общем, посадка получилась достаточно жесткой. Хорошо хоть на бок не опрокинулся. Захотелось выпить, но золотая лихорадка была сильнее. Снова возврат, три раза вправо и старт. Я попал в освещенную комнату, и тут же меня оглушил истошный женский виск. Тьфу, твою мать, это гарем, наложница. Может, я бы трахнул кого-то из них, если бы они так не орали. Их было до хрена штук десять, а то и больше. Пришлось срочно уносить ноги, в смысле нажимать возврат. Теперь я шесть раз нажал кнопку вправо. Предыдущая комната оказалась очень большая. Старт. В этом помещении было темно. За стеной продолжали орать перепуганные шлюхи. Потом до меня донеслись и мужские голоса. Не иначе охрана. Я прошелся по комнате фонариком. Здесь тоже стояло много сундуков. Я выбрался из кресла и направился в дальний угол, как можно дальше и от двери, и от бабской комнаты. Присмотрел там один сундук, положил смартфон рядом с ним, чтобы было освещение. Вынул нож и кастет. Уже отработанным способом, но стараясь не шуметь, стал курочить крышку. Наконец мне удалось ее открыть. И я заглянул в сундук. Золото. Первое, что я там заметил, это был золотой шлем. Потеряв от восторга способность соображать, я схватил его и нацепил на голову, но, к счастью, вовремя одумался. Ага, вот в таком виде и прямо на глаза Копылову. Молодец. Я вздохнул и положил шлем на место. Надо было брать что-то более компактное. Впрочем, сундук оказался набит драгоценностями доверху, и это в основном были золотые монеты. Я стал складывать их в карман куртки, сколько влезет. Набив один карман, я начал разгребать монеты и прочие драгоценности в сундуке. Мне захотелось найти что-нибудь особенно красивое. Наконец нашел. Это была красная шкатулка, вся расписанная разноцветными узорами, по форме напоминающая хоккейную шайбу, но побольше размером. Я снял с нее крышку, заглянул внутрь, она, правда, оказалась пустая, вернул крышку на место и запихал шкатулку в другой карман куртки. Офигенная вещь. Это я даже продавать не буду, оставлю себе. Я закрыл сундук. Его крышка, правда, была испорчена, но издали он выглядел как нормальный. Разложил по карманам кастеты, нож, забрал смартфон, уселся в кресло и нажал возврат. Но, оказавшись на даче Копылова, почувствовал какой-то непорядок. Ах ты, твою мать, я же весь бухлом облился. И кресло тоже. Я запаниковал. Хорошо, что самого Копылова не было в комнате. Не теряя времени, я сложил драгоценности в рюкзак, потом стал искать воду и чистую тряпку, одновременно придумывая, как мне отовраться. К счастью, Юрка все не появлялся. Наконец, я нашел и воду, и тряпочку, протер как следует одежду и кресло, открыл дверь и окно, чтобы помещение проветрилось от запаха спиртного. Потом тридцать раз нажал на пульте кнопку «назад» и записал это число на смартфон в виде сообщений себе самому, чтобы не забыть. Теперь, если креслом воспользуется Копылов, то попадет на площадь перед дворцом больше, чем в ста пятидесяти метрах от него. Приняв все меры предосторожности, я глянул время на экране смартфона. Ну вот, последний поезд уехал. Ночуем здесь. Смартфон уже почти разрядился, но я его заряжать не стал, а наоборот, выключил, чтобы жена не дозвонилась. Где я отдыхаю, ее не касается. На всякий случай я прошелся по дому в поисках Копылова. Оказалось, он уже спит. Не дождался окончания моих научных опытов. Я отыскал вторую кровать и, очень довольный, тоже завалился спать. Поеду домой завтра. Продолжение следует...